Сочи продолжат строить школы, уже зарезервированные земельные участки. Об этом стало известно на городском педсовете. Сочинские школьники получат доступ к уникальным лабораториям центра «Сириус». Сегодня подписано соглашение. Новый сквер на Фабрициуса станет одним из самых технически оснащенных, но понравится и творческим натурам. Фигурное вождение на театральной площади продемонстрировали водители ретроавтомобилей. Фестиваль зажигания стартовал в Сочи. В Темирюкском районе Кубани при падении вахтового автобуса в море погибли 18 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительным данным, в автобусе находились рабочие компании «Таманнефтегаз». 18 погибли, 27 спасены, 15 из них госпитализированы. ЧП произошло в поселке Волна сегодня рано утром. Причина – отказ тормозов. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом губернатор написал в своем микроблоге в Твиттер. На место уже выехали наши медики. Там же работают сотрудники МЧС. Для родственников погибших поручил подготовить номера в гостиницах. К другим новостям. Для поддержки молодых педагогов на Кубани разработают краевую программу. Такое поручение дал Вениамин Кондратьев на августовском педсовете. Планируется, что начинающие учителя в течение первых трех лет работы, помимо зарплаты, будут ежемесячно получать около 2000 рублей, а также единовременные выплаты за каждый год работы. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. Я иду в школу, чтобы научиться всему новому. Это будет интересно. Она, правда, не знает, что такое домашние задания и контрольные работы, но уже рвется в бой. Маша Белик без недели. Первоклашка, не дожидаясь дня знаний, сама собрала все учебники и тетрадки. Гранит науки ей, кажется, будет по плечу. У меня есть дощечка для лепки. Юная ученица даже маму уговорила сводить ее в школу до того, как прозвучит первый звонок. Галина Белик и сама рада. Новую школу в станице Староминской ждали не одно поколение. У меня дочь старшая закончила в 2013 году школу. Тоже мечтали о новой, но не успели построить. А уже вот средняя дочь идет, она будет вести Машеньку в первый класс. Она идет в 11-й, а Маша в первый. Для станицы, которая считается окраиной региона, новое здание школы действительно большое событие. 400 мальчишек и девчонок 1 сентября попадут в современнейшие образовательные учреждения. Кроме привычных спортивного и актового залов, есть открытый стадион и лингофонный класс. С помощью наушников и микрофонов там будут изучать иностранные языки. А медицинский блок больше напоминает кабинет поликлиники. Здесь даже стоматолог есть. И такую школу построили меньше, чем за год по типовому проекту. В Краснодарском крае разработано 12 типовых проектов, по которым и будут строить новые школы. Подобный подход убивает сразу двух зайцев. Экономит и деньги, и время. Теперь не нужно заново разрабатывать документацию на каждую отдельную стройку и тратить на это больше года. Типовой вариант, как уверяют специалисты, успешно адаптируется к любой территории в течение 3-4 месяцев. Строительство школ – одна из важнейших задач для развития всей системы образования Кубани. Решение этого вопроса сегодня говорили на Краевом педагогическом совете. Присутствовали на нем не только учителя, но и родители школьников. И, как заметил губернатор, который принял участие в обсуждении, в ближайшие два года новых школ появится больше, чем за последние 30 лет. 8 зданий возведут до конца текущего года, и еще 14 в следующем. Это сократит число учащихся во вторую смену, и, что немаловажно, снизит нагрузку на учителей. Молодые сейчас неохотно идут в профессию. 20% преподавателей пенсионного возраста. Отсюда наболевший вопрос Венемину Кондратьеву задает молодой педагог по географии из Каневского района. Скажите, возможно ли в ближайшее время на региональном уровне принятие программы субсидирования молодых специалистов или льготного аккредитования для покупки жилья молодых? Нам нужно этот вопрос решать и на федеральном уровне, потому что вот эти выплаты, они все равно, с точки зрения бюджетного кодекса, выплаты, они не относятся к нашим обязательным выплатам. Федеральный Минфин не очень поддерживает эти инициативы. Но я еще раз подчеркиваю, что деньги мы зарезировали, и надеюсь, что мы эту программу все-таки продавим, ну или пробьем, по большому счету, потому что она нам необходима. Если необходима, значит она должна быть. Чтобы помочь молодым преподавателям, в регионе разработают собственную программу поддержки начинающих учителей. Она предусматривает как единоразовые ежегодные выплаты, так и ежемесячную прибавку к зарплате. Нужен комплекс мер, чтобы молодые специалисты, выпускники педагогических вузов вернулись в школу. И этот комплекс мер должен быть не на бумаге, он должен быть реально работающий. Это очень важно. Коллеги, опыт, конечно, вещь неоценимая, но без молодых специалистов, без тех, кто этот опыт будет принимать, нет движения вперед. Профессионалы высочайшего уровня должны быть. Значит, и должны они жить, и работать в достойных условиях. Я уже поручал Министерству образования края подготовить программу поддержки молодых педагогов. Настоятельно требую Министерству финансов, чтобы включили эти деньги в бюджет. Отдельный разговор о дошкольном образовании. Детских садов не хватает, а федеральная программа по строительству новых закрыта. С учетом того, что на Кубань переезжают все больше семей из других регионов, чтобы решить вопрос очередей к 2020 году, нужно создавать 20 тысяч мест ежегодно. При этом краевые власти готовы выкупать построенные инвесторами садики. Только на местах почему-то не торопятся сотрудничать с бизнесом в этом направлении. За два года я не припомню ни одного случая, чтобы к нам обратился глава муниципального образования с просьбой выкупить, допустим, детский сад, и мы бы эту просьбу не удовлетворили. Но, к сожалению, никто, ну большинство точнее, скажем, эту проблему так уже сегодня и не решает. Вы должны понимать, что все равно мы выкупим. Поэтому стройте, коллеги, не бойтесь, но и вы должны рисковать. Не только мы, но и вы тоже должны рисковать. Это ваша зона ответственности. Для развития образования очень важный итог, как, начиная со школы, работает система профориентации. Председатель Кубанского парламента не против помочь на законодательном уровне создать такую методику. Предложение такое есть, чтобы выстроились постоянные отношения власти и школы. Чтобы учитель и учительство на этой территории знали потребности. Сколько требуется врачей, учителей, сколько требуется инженеров, механиков, агрономов, механизаторов и так далее. И так далее, каких профессий, и уровень заработной платы какой у них. И таким образом, это было бы действительно профориентация. Не обошли на краевом педсовете и тему школьных поборов. Достаточно жалоб на то, как под разными предлогами с родителей требуют сдавать деньги. И хорошо, если раз в год, а не каждый месяц. Венивин Кондратьев предупредил, все сборы и заключительно добровольно. На все остальное в бюджете заложены деньги. Коллеги, содержание школ, капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием, интерактивными досками и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, задача государства. Вот здесь я подчеркиваю, задача государства, но никак не родителей. Я понимаю, как это реально происходит, но не нужно это бремя перекладывать на плечи родителей. Это неправильно и так не должно быть. Образовательная сеть в Краснодарском крае – одна из самых крупных в стране. 3000 учебных заведений, с которых почти полторы – это школы. Только в этом году на расходы отрасли из бюджета выделят 76,5 миллиардов рублей. Это на три больше, чем в прошлом. Ведь если жалеть деньги на образование детей сейчас, значит поставить под сомнение успешное будущее всего региона, когда они вырастут. Провели расширенный педагогический совет и в Сочи. Его название – профессионализм, ответственность, инновации – определило круг тем. Прежде всего, говорили о развитии системы образования в городе. Речь шла о строительстве и ремонте школ, детских садов. Обсудили привлечение в систему дополнительно специалистов-педагогов и возможность повышения профмастерства учителей. В зале педагоги, воспитатели, директора образовательных учреждений на сцене – те, для кого работает вся система образования. Для отрасли в целом власти курорта делают немало. В этом году, подчеркнув глава города, бюджеты всех уровней вложились в подготовку образовательных организаций к новому учебному периоду. На то, чтобы всеми были получены паспорта готовности, потрачено 77 миллионов рублей. 20 миллионов шефских средств привлекли для ремонта ряда школ и детских садов. Как и предыдущий, нынешний год будет проходить в условиях жесткой финансовой дисциплины, хотя уровень финансовой обеспеченности образовательных организаций не будет снижен. У нас в крае нет аналогов, чтобы за каждым учебным заведением, за каждым детским дошкольным учреждением были закреплены шефские организации. Частно-государственное партнерство тоже будет приемлемо. И могу сказать, что уже в этом году мы должны начать строительство двух детских садов в Дагомысе, на Мамайке и на улице Фабрициуса за счет частников. Не секрет, что школы и детские сады города сегодня переполнены, но мест хватит всем. 70 сочинских школ в этом году примут учащихся. Это почти 61 тысяча человек, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом. Работа по строительству объектов образования ведется в проекте и разработка новых территорий для возведения школ. Не исключено и строительство пристроек. Школьное население увеличивается, количество первых классов увеличивается. В этом году это 7200 человек. Школы у нас переполнены, конечно. Мы строим школы. Сотая школа получает пристройку в конце года. Это полноценное здание на 400 мест со своим пищеблоком, со спортивным залом, актовым залом. 88-я, новая школа на 200 мест, плюс детский сад на 40 мест. Мы строим школу в Совет Кваджи на 400 мест. Здание школы в Совет Кваджи откроет свои двери в следующем учебном году. А в краевую программу уже поданы заявки на три пристройки. Речь идет о гимназии номер 15, школах 82 и 11. Также зарезервированные земельные участки, где только планируется строить школы и темпы работ, подчеркивает Анатолий Пахомов, должны быть гораздо большими. Здесь необходимо привлечение инвесторов. Принято решение привлекать в город и педагогический состав. А уже на следующей неделе глава города планирует лично проверить готовность дошкольных учреждений и школ к учебному году. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Собери ребенка в школу. Сотрудники Сочинского управления внутренних дел провели одноименную благотворительную акцию. В канун начала учебного года полицейские, члены общественного совета при УВД и администрация города посетили детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребятам подарили школьные и канцелярские принадлежности, рюкзаки, спортивную форму. Но кроме этого, полицейские проводили профилактическую работу. Главными темами бесед с подростками и их родителями стало соблюдение детского закона и правил дорожного движения. Особый акцент в беседах с родителями сделали на защите права и интересов ребенка и недопустимости насилия в семье и особенно к детям. Такие встречи полицейских с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, пройдут во всех районах города. Сочинские школьники в ближайшее время получат доступ к уникальным лабораториям образовательного центра «Сириус». Сегодня было подписано соглашение о намерениях в области развития дополнительного образования естественно-научной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации. От администрации города подпись под документом поставила Ольга Медведева, начальник управления по образованию и науке. А от «Сириуса» заместитель руководителя фонда «Талант и успех» Михаил Случ. Теперь на курорте стала возможна реализация программ дополнительного образования, проведения практических лабораторных занятий, организация проектной и исследовательской деятельности. Очень важно, что мы вот теперь вместе с «Сириусом» и вместе с городом Сочи отработаем вот эту модель дополнительного образования, которая будет доступна с одной стороны абсолютно всем, с другой стороны позволит ребятам, которые уже определились в своей специализации, ну, фактически выйти на уровень подготовки, ну, соответствующим первому, второму курсу ведущих российских вузов. А для сочинских педагогов предоставляется возможность профессионального роста, освоения инновационных технологий в работе с одаренными детьми, стажировка в рамках преподавательской деятельности в профильных сменах «Сириуса». К работе будут привлечены лучшие педагоги из других регионов России. Администрация города Сочи предоставит квартиры для этих педагогов, и эти педагоги будут работать как в «Сириусе», предположим, точно так же и в наших школах. Эти учителя, которые сильные, которые будут собраны со всей страны, они будут всячески помогать добираться до их уровня и нашим педагогам города Сочи. Несмотря на то, что соглашение подписано только сегодня, активное сотрудничество «Сириуса» и «Сочи» в рамках дополнительного образования продолжается больше года. Более 8 тысяч школьников курорта уже участвовали в различных проектах образовательного центра. Начались работы по обустройству сквера фестивальной в районе улицы Яна Фабрициуса. Он спроектирован департаментом оформления и дизайна городской среды администрации Сочи. А открытие его состоится в период проведения в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов в середине октября. До открытия фестиваля осталось полтора месяца. Именно столько времени как раз потребуется подрядчикам, а их на участке четыре, для того, чтобы воплотить интересные идеи сочинских дизайнеров. Пока все, конечно, на бумаге, но планы и проекты говорят о многом. Самое главное, ни одно растение не пострадает. Сохранят коллекционную бамбуковую рощу. После правильной обрезки внутри нее проложат пешеходные насыпные тропы. Сегодня рабочие приступили к прокладке коммуникаций, поскольку сквер молодежный, проведут интернет и точки для подзарядки электронных устройств. Мы рассчитываем, что это место будет не только днем каким-то пользоваться спросом, но и ночное время будет здесь очень празднично и уютно. Здесь будет огромная масса декоративного освещения, разновидностей декоративного освещения, которое опять будет, опять же, по зонам будет. Спроектировано четыре зоны. Основная, так называемая, зона общения будет украшена световым фонтаном, где разобьют и цветочную клумбу в форме ромашки, логотипа фестиваля молодежи и студентов. Самой популярной станет, наверное, зона музыки. Площадка по принципу амфитеатра, где будут собираться музыканты, барды и просто молодые люди с гитарами. Арт-зона рассчитана на выставки. Там в летнюю жару будет включаться искусственное охлаждение воздуха. Ну и самым популярным местом для подростков станет зона спорта. Волейбольные и теннисные площадки, воркаут, площадка с тренажерами. Самым маленьким тоже будет где побегать. Местные жители с нетерпением ждут нового сквера, обустройство которого предложено мэром Сочи Анатолием Пахомовым. Очень бы хотелось, чтобы площадок было побольше, особенно для спорта. Это, ну, у нас мало здесь, так как район не сильно большой и мало места для каких-то таких площадок. Поэтому было бы неплохо. Ну, на самом деле, молодежный сквер – это очень популярно в наше время. И я думаю, это будет отличная возможность, чтобы где-то провести время. Это для нас радостная новость и очень важная новость. Как бы, потому что для детей это реально очень важно. Фестиваль молодежи и студентов соберет 36 тысяч участников из различных стран. Основной дискуссионной площадкой станет главный медиа-центр. Ну и здесь, конечно, в сквере фестивальной появятся гости. Они посадят памятные деревья. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Ликвидирована бутылочная горлышко на Мамайском перевале. В ночь с четверга на пятницу введена новая схема дорожного движения в районе поворота на Сергейполе. Она обеспечит долгожданный проезд по двум полосам в каждом направлении. Четыре полосы на Мамайском перевале, уверены федеральные дорожники, и позволят ликвидировать пробки на этом участке. И к другим новостям. В Сочи сегодня образовался еще один фонтан. На улице Пластунская, ниже 15-й школы, произошла авария на магистральном водоводе. Порыв водовода диаметром 500 мм произошел в 12.25. Пять из-за этого без воды остались микрорайоны Макаренко, Завокзальная, улица Транспортная, села Соболевка, Багушевка и еще ряд микрорайонов. Как сообщил Сочи-Водоканал, этот магистральный водовод был построен в рамках подготовки города к Олимпийским играм. С момента принятия его в эксплуатацию на нем многократно происходили крупные аварии. Возобновить водоснабжение планируется к полуночи. Без вмешательств. В Сочи нет никакого воздействия на погоду. Об этом накануне говорили во время заседания члены экологического совета при главе города. В нем приняли участие руководители федеральных ведомств и специалисты в области историко-культурного наследия. Разговоры об искусственном вмешательстве в погодные условия среди горожан нередки. Приводят к ним резкие перемены погоды. Специалисты утверждают, такие факторы связаны исключительно с климатическими условиями на курорте. Душное лето и дождливая зима свойственны Черноморской субтропической зоне. Кроме того, на перепады погоды оказывают влияние горы и море. Одно применение химических распылителей – очень дорогостоящая технология, почти 100 миллионов рублей. Предполагаются такие расходы только во время ключевых государственных праздников в городах федерального значения, например, в Москве в честь Дня Победы. Для этого истребители должны распылить активные компоненты за несколько сотен километров от города, под контролем соответствующих госслужб. В Сочи, в приграничном городе, такие методы недопустимы. Деятельность по так называемому «разгону облаков» лицензируется российская гидромедслужба. И на территории курорта такие способы борьбы с непогодой никогда не применяются. Могу авторитетно заверить, что в городе Сочи никогда не проводились и не проводятся активные воздействия с целью либо ликвидации осадков, либо усиления. Эти работы очень дорогостоящие и нецелесообразно проводить в городе Сочи. Тем более, что фактов проведения нет зафиксированных. Все это на уровне разговоров, слухов и так далее. Рассмотрели члены экологического совета и вопрос о состоянии объектов историко-культурного наследия. Это храмы и крепости византийского периода. Совет при главе города планирует провести их инвентаризацию с последующим обращением федеральной структуры с целью их охраны и приданию им особой значимости. Эти объекты в дальнейшем будут обозначены на карте Сочи как историко-экскурсионные. Администрация Сочи и спортивное общество «Динамо» договорились о сотрудничестве. Акцент на развитие массового спорта, к занятиям физической культурой. Уверены, обе стороны нужно активнее привлекать не только воспитанников спортшкол, но и детей с ограниченными возможностями и обязательно взрослых. Свои идеи по взаимодействию мэрия курорта и спорт общества «Динамо» озвучили на специальном совещании. Общество «Динамо» теперь будет принимать самое активное участие во всех городских спортивных мероприятиях. До декабря нынешнего года таких в Сочи запланировано 146. «Динамо» – это общество с почти вековой историей. В Сочи сегодня оно насчитывает порядка 5000 человек, включая силовой блок. Ряды организаций могут пополнить не только люди в погонах, но и все желающие сочинцы. Это еще один шаг для развития массового спорта. Объединенными усилиями мы хотим под эгидой флага «Динамо» объединить всех, в том числе проводить детские соревнования, международные соревнования, которые не входят в общую спорт-океаду «Динамо», а развивают общее направление массовости развития физкультуры в нашем городе. К занятиям спортом и к участию в турнирах нужно подключать не только детей и взрослых, а еще ветеранов спорта и инвалидов. Ведь зачастую именно эта часть населения курорта остается не у дел. Теперь будем совместно уже с «Динамо», совместно с детскими спортивными школами внедрять такой норматив, как ГТО среди взрослого населения. Мы очень серьезно развиваем эту схему, скажем так, одни из лучших в Краснодарском крае. У нас работают два центра непосредственно по этому развитию. Но, безусловно, в основном мы сегодня делали упор на образование, на школы наши. То сейчас переходим на стадию привлечения уже взрослого населения. В «Динамо» сегодня состоят чемпионы мира и Олимпиад. Титулованные спортсмены станут участниками городских соревнований в качестве почетных гостей и будут мотивировать юных спортсменов к новым победам и спортивным результатам. Фестиваль «Зажигание» стартовал в Сочи. Основные мероприятия автомобильного проекта проходят в Олимпийском парке на территории Сочи-автодрома. Там сегодня состоялось ретро-ралли. А вот понаблюдать за ходом соревнований по фигурному вождению ретро-автомобилей сегодня могли все желающие в центре города. С Олимпийского парка прямиком на театральную площадь. Около 15 раритетных экземпляров самых известных автомобильных марок проехали по всему городу, чтобы показать свою красоту и мощь. За рулем красного корвета 1958 года Николай Панули. Опытный сочинский водитель уверен в своей «Ласточке», но для него главное – участие, а не занятое место на соревновании. И даже присвоенный 13 номер не играет особой роли. Едет просто отлично. Выглядит еще лучше. Сегодня же не пятница. И представители этой династии уже здесь. То есть не важно. Не важно, да. Не одно десятилетие на троне – ралли-рэй. Но прежде чем вернуть эти экспонаты в гараж, водителям нужно показать класс при выполнении на первый взгляд традиционных упражнений вождения на точность и скорость. На самом деле этот элемент в автоспорте слалом. Гонщики должны не запутаться между конусами и четко проехать дистанцию точно по заданному времени. Нельзя проехать это быстро, нельзя проехать это медленно. Вот есть форматив, например, 20 секунд. Вот ровно за 20 секунд, ни больше, ни меньше, экипаж должен пройти эту так называемую «змейку» запутанную. Это очень интересно, потому что все нервничают, экипажи путаются. Куда направо, налево, не успевать считать за временем. Ну и вообще ретро-техника, она сама по себе просто шедевры. Определенный шедевр, а точнее реальный натюрморт, сегодня был на этом Юпитере. Ящик с апельсинами Дмитрий Октябрьский поставил на коляску своего мотоцикла специально, чтобы было легче управлять старинным железным конем. Здесь надо очень все время думать, на какой скорости ты входишь в поворот, куда центр тяжести смещать, можно даже самому куда-то накореняться, для того, чтобы выровнять, улучшить результат поворота. Затем, как получалось у водителей усмирять железные легенды, с интересом наблюдали зрители. Краснодарец Николай Болотин в автоспорте с 40-х годов. Едел на пятерки, москвиче и восьмерке. Получал высокие награды. Спустя годы любовь к машинам не угасает, а становится крепче. Ностальгия. Воспоминания обоих временах. На формулу езжу, на эту езжу, везде, где проходит автоспорт, там ехать. А что еще делать? В фестивальные дни гости смогут не только понаблюдать за заездами, но и пообщаться с пилотами и получить автографы. Основные мероприятия пройдут завтра в Олимпийском парке. Выставка, заезды, различные автошоу, розыгрыши, конкурсы и фаер-шоу с участием каскадеров. Завершением зажигания станет зрелищный фейерверк. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Персональная выставка «Соченки» Маргарит Кульян открылась сегодня в художественном музее. В экспозицию этой непрофессиональной, но очень талантливой художнице вошли около двух десятков картин. Маргарит – это человек с ограниченными возможностями здоровья, но, как оказалось, безграничным творческим потенциалом. Жизнь Маргариты Кульян в прошлом преподавателя английского языка кардинально изменилась несколько лет назад, когда в результате врачебной ошибки она стала инвалидом и теперь почти все время вынуждена проводить в лежачем положении. Когда случилась трагедия, она не замкнулась в себе, начала помогать бездомным животным, а после и их рисовать. Одну из ее первых картин купила зоозащитница и увезла в Италию. Теперь в коллекции десятки работ с изображением животных, в основном кошки и собаки. А еще Маргарит любит рисовать людей с непростой судьбой. На этой выставке у меня как-то у меня идет Тибет, у меня идет Африка. Меня притягивает, может быть, красота, но еще и очень волнует то, что там идут в каких-то странах войны, страдают дети. Мне, как женщине, как педагогу, эта тема именно близка, она меня тревожит. Рисует свои картины Маргарит Лежа. У нее нет специального художественного образования, но она работает над своей техникой, изучая видео в интернете. Соченко очень серьезно подходит к своему творчеству. Говорит, очень хочет, чтобы люди покупали ее картины не из жалости, а потому, что ее полотна действительно чего-то стоят. Кстати, работы местной художницы находятся в частных коллекциях многих известных людей. В их числе, например, фигуристы Оксана Домнина, Роман Костомаров, Повелос Ванагас и Маргарита Дробяска. А все средства от продажи картин Маргарит Кульян направляет на помощь животным. И в завершение информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники Валя Денталь весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.